День Победы в Симферополе начался у мемориала «Вечный огонь» в парке имени Гагарина. Сюда утром 9 мая почтить память павших защитников Родины пришли глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Республиканского государственного совета Владимир Константинов, председатель Совета министров региона Юрий Гацанюк, чиновники, военнослужащие и ветераны. К Вечному огню возложили цветы и почтили память погибших бойцов минутой молчания. В этот день, конечно, дань памяти и уважения всегда нашим ветеранам, тем, кто не вернулся с полей сражений, ну и, конечно, те, кто рядом с нами, живые примеры подвига и слава Богу, вот дай Бог, чтобы они дольше радовали нас и вот дай Бог им здоровья. А нам, чтобы окружить их заботой, ну а властям сделать все, чтобы тем, кто власти на сегодняшний день, чтобы подобные не повторились моменты никогда в жизни. Ценой колоссальных потерь советский народ одержал победу. И, конечно, да, победа, чувство гордости, но и чувство трагедии и утраты колоссальной. Поэтому Царство Небесное, Вечная память, всем, кто не вернулся с полей войны. Кроме того, в парке имени Гагарина в Симферополе проходит традиционная выставка военной техники. Все жители и гости крымской столицы могут познакомиться с самыми современными образцами российского вооружения. Подробнее об их возможностях рассказывают военнослужащие, дежурищие у каждого экспоната. После этого в Симферополе состоялся праздничный парад Победы. Торжественная колонна прошла от центрального рынка в сторону Куйбышевского кольца. Еще один парад на Крымском полуострове по традиции состоялся в Керке. Для быстрой доставки бойцов и грузов.